И все начинается оттуда, с малой родины. Чем лучше условия будут на малой родине, тем больше условий можно создать и в целом по всей стране. У меня, во-первых, мама там живет, брат мой, все мои родственники, двоюродные, троюродные, семьюродные. Вы же знаете, что мы казахи, я все помню, запах полыни, вороняшка, какие сладкие это, дикая такая ягода. Наверное, не все в Казахстане знают, что это такое, это послен. Это мы в детстве называли вороняшкой. В принципе, детство мое прошло же в селе, поэтому все, что на селе происходит, я это хорошо знаю, помню, и все я это делать умею. Уток кормить умею, курятники чистить умею, погрибы от лягушек чистить умею, я все умею. Не боитесь лягушек? Огороды пропалывать, делать, окучивать, картошку умею. А лягушек не боитесь? Лягушек, даже если боялась, то я больше боялась мамин строгий голос, но иногда доставалась, конечно, поскольку я вообще активный по жизни человек, такой нетихий. Поэтому мне все это, и я, конечно, боялась, но страх перед мамой был больше, чем страх. Сильнее, да? Сильнее, чем... И второе, что меня связывает с Уральском, с Западным Казахстаном сегодняшним, это мои пансионские друзья, это мои братья и сестры практически, где с 5 по 10 класс я училась. Это единственная средняя, казахская средняя школа, вернее, средняя школа на казахском языке обучения с интернатом. Мы его называли пансион. Я зазвала всех в Астану, показала им всем Астану. Мы здесь тусовались, мы здесь только вспоминали, мы даже еще столько людей выплясывали. 45 лет нашему выпуску, и мы собирались, и приехало 38 наших одноклассников. И все мобильные, и я горжусь им. Я постоянно на связи, и их проблемы, мои проблемы, и я максимально по жизни пытаюсь помочь. Так же относиться к их детям, как я отношусь к своим детям. Меня до сих пор, например, сын, ну не то что уже полушутя, полусерьезно, рассказывает всем нашим младшему поколению, наших родственников историю, когда у меня еще в 90-х годах стоял вопрос пробить квартиру в 90-х годах, пробить подруге пансионской или сыну, который в полиции всю жизнь проработал и сейчас ушел в запас в ранге полковника и начинал с простого лейтенанта. До сих пор у нас в семье эта история есть, но я предпочтение отдала моей пансионской подруге. И она получила квартиру, и она до сих пор живет в этой квартире в Алма-Ате. И для меня чужих в этой семье нету. Очень радуюсь, когда если хоть чуть-чуть кому-то моя помощь есть. Я знаю даже некоторым из наших одноклассников, всем селом собирали деньги, чтобы купить им билет, чтобы они приехали в Астан. А сами как к критике относитесь к себе? Я к критике отношусь нормально, потому что без критики невозможно ничего. Я не робот, я не идеальный человек. Я, как все нормальные, те, кто меня критикуют, у меня есть свои плюсы, и безусловно, есть мои минусы. Как один из великих говорил, что мои недостатки – продолжение моих достоинств. Ну, я не так высоко о себе говорю. Я действительно, у меня куча недостатков, и я свои недостатки знаю больше, чем кто-либо. Кто из-за меня в этой жизни не пострадал? Более того, на своем участке, где я когда могла, в том числе и во время декабрьских событий, сколько могла молодежи сохранить в рядах комсомола, столько молодежи они получили высшее образование и продолжали учиться в высших учебных заведениях наших. Мы стремились, президент нашей страны создал открытое общество, мы стремились на своих участках делать это общество открытым. Мы его открытое общество получаем и получили, поэтому обижаться ни на кого не надо, и поэтому, если где-то в чем-то обвиняют, одно только меня всегда, конечно, внутренней, боль моя – это если несправедливо обвиняют.